Приветствую вас! Ситуация такова, что вам действительно очень сложно, тяжело живется в той ситуации, в которой вы оказались. И я полагаю, что ее, эту ситуацию, вот так просто не разрешить. То есть в едином, как бы это сказать, в едином ответе на ваш вопрос, нельзя полностью разрешить вашу проблему. Ну, хотя бы потому, что у вас слишком сильные привычки. То есть вы с мужем жили так достаточно долгое время, да, достаточно долго вы с ним в таком вот состоянии пребываете, проживаете. И не то, чтобы вас, конечно, все это устраивало бы. Нет, конечно нет. Вас это, может быть, не устраивает, но вы живете, вы привыкли. И привычку так просто, так сразу не разбить. И поэтому, когда вы просите нас, вам что-то посоветовать, то, к сожалению, вы здесь допускаете небольшую ошибку. Почему? Ошибка заключается в том, что психологи не советуют. Психологи работают с проблемами, они решают, решают проблему. И ваша проблема, она заключается в том, как раз таки, ваша проблема заключается в том, что вы являетесь зависимой от своего мужа. А именно зависимость от него, значит, не позволяет вам что-то изменить, что-то сделать. И вот именно эту зависимость нужно разбивать. В первую очередь, мне бы хотелось у вас спросить, почему две недели, две недели, каждые две недели, точнее, у вас имеются ссоры, у вас имеется брать. Почему вы каждые две недели ссорствуются? Что доставляет? Какова причина ваших ссор? Вот вы знаете, вы написали свой вопрос. Первый важный вопрос, на который я сейчас отвечаю, значит, вы просто описали, что у вас вопрос тяжелые отношения с мужем, значит, что каждые две недели брать, крики, оскорбления, ребенку девять месяцев, с самого начала все было неладно, знаете, что к своему стыду, зашлению, понимаете, что и страха продолжает растушить, хочется постараться найти пути к нормальной жизни, а не вкакать туда-сюда. Даже убийца, что муж быстро отходит, а у вас храма. Но по сути ситуация никак не раскрывается, не раскрывается ее суть. А суть у вас раскрывается во втором вопросе, который тоже является не очень большим, значит, где вы пишите, что с самого начала отношения и совместного проживания вы совершенно не сходились с характерами, ни о какой нужной любви речи нет. Скорее брак был удобен для обоих на тот момент, теперь понимаете, что оказывается чем дальше, чем хуже. Ругань, брань, крики перед ребенком и разговором и мира хватает на неделю, есть ли смысл вообще бороться, можно ли решить и добиться наше взаимоуважение. Вот такой вопрос вы задаете. И судя по тому, что у вас как бы два вопроса, причем первый вопрос, который вы задавали, вы там оценили ответ эксперта, и вы здесь ранее, и вы здесь задаете еще один вопрос. Я полагаю, что ситуация не разрешила. То есть, ответ эксперта вы оценили, вроде бы, что это полезно для себя увидели, но при этом ничего, сами для себя решить, самой для себя решить у вас ничего не вышло. и вы знаете, вот, пожалуй, в этой ситуации, в ситуации, когда у вас такая вот достаточно сложная проблема, я постараюсь, наверное, ответить на вопрос о том, как вам можно искать пути, какие вам можно искать пути. Прежде чем говорить о путях, давайте попробуем решить вопрос так. Вы пишите о своих храмах, вы пишите о том, что все помните, и что жизнь так очень сложно. Также вы пишите, что ваш мужчина, он достаточно быстро отходит от унизительных слов ваше аппетит. Ну, мужчина вспыльчив, это факт. Человек именно потому и очень быстро отходит от своих слов, что он достаточно вспыльчив, вспыхнул, да, на вас накричал, наорал, все там рассказал и все, и он уже забыл. А вы помните, в этой ситуации нужно понимать, чем обусловлена вспыльчивость. Вспыльчивость это особенность нервной системы, вообще говоря. Вспыльчивость это особенность нервной системы. и если мужчина вот так себя ведет, значит у него она нервная система расшапана. И можно говорить о том, что причины расшапанности нервной системы мужчины кроются не в вас, не в том, как вы себя ведете, не в том, кто вы и что из себя представляет. расшапана с нервной системы это проблема вашего мужа, идущая из детства. Именно в ней строятся ну вот как бы корни этого состояния. И нужно соответственно понимать, что вспыльчивый человек, он когда хрящит, он когда там ругается, да, кто-то говорит, это он говорит не вам. Это он общается в этот момент не с вами. Он говорит как бы сам с собой. И то, что другой человек на его месте сказал бы мягко, сказал бы как-то знаете спокойно, как-то еще ваш муж говорит это все очень грубой формы. Так вот вам нужно понять, что мужчина говорит не с вами, а сам собой. И на форму, на форму того, что гласит ваш муж, внимание стараться, не обращать. Почему? Потому что форма у вспыльчивого человека ничего не значит. Побрить нужно смысл, что хочет сказать мужчину. И вот именно в смысле искать истину. То есть смысл здесь важен. А форма, форма может быть любовь. В данном случае. Другой момент, что вас задевает то, что вам говорит муж. то есть форма вас задевает. Возникает вопрос, почему она вас задевает? Обычно какие-либо слова задевают нас в том случае, если мы чувствуем отклик в нас самих на эти самые слова. Вот и давайте попробуем себя спросить. а какой и почему вы чувствуете отклик на слова муч. Что вас задевает? Что вас, ну, скажем так, оскорбляет? Да? И так далее. Вот постарайтесь на эти вопросы себе пока что ответить. Что вас задевает и почему? вопрос этот, я бы не сказал, что, знаете, этот вопрос слишком легкий или какой-то такой неважный. Наоборот, это, знаете, очень правильный вопрос в данном случае для вас. Потому что ответив на него, вы уберете ряд негативных для себя эмоций. Вы обретете понятие. Понятие того, почему вас задевает точно, говорит ваш мощь. Почему остаются шрамом? Этот момент надеюсь есть. Тут нужно вам самой с собой работать. Либо работать со специалистом, как хотите. теперь дальше. А как вы оказались в этой ситуации? Как получилось так, что на тот момент вам было удобно находиться в браке с мужчиной, который ну вот так к вам относится? И вы собственно это совершенно спокойно делали. То есть вы находились с ним в браке. Пока вам было удобно. значит уникальный вопрос. Если не было чувства, если не было любви, и любви судя по всему нет, то вы надеялись построить отношения по расчету. Хорошо? Хорошо. Построить отношения по расчету значит выстраивать их из расчета на то, что человек рядом с вами будет отвечать вашим интересам, вашим потребностям. То есть вы в нем нуждаетесь в человеке как средстве, как средство для удовлетворения своих каких-то ценностей и интересов. и вы не могли по вашему мнению удовлетворить эти интересы как-то иначе. Ну у вас это не получалось. И нужно задать себе вопрос не в том, не о том точнее как сейчас выходить из того, что произошло, а разобраться с тем, как возникла сама по себе ситуация, при которой вы допустили для себя возможность вступления в брак не от новых на чувство. Как вы допустили такую нужду? Нужду, я не знаю, в стабильности, нужду там в определенности и так далее. Почему вы сами себе эти условия в которых вы нуждаетесь не судьбы? Этот вопрос тоже очень важен. Следующий момент. Следующий момент касается на самом деле, знаете, я вот думал о чем говорить дальше. На выбор было два аспекта. Я думаю, что начнем мы пожалуй этот слав и напоследок оставим еще одну тему. почему вы как бы принялись и принимаете всю вот эту вот ситуацию? То есть ситуация, что вы ссоритесь, что у вас как вы говорите бардак, что вы терпите от мужчины, неприятные к вам отношения и так далее. как стало возможным такое у вас отношение к себе? В первую очередь это отношение к себе, конечно, к себе самому. То есть порог, низкий порог приемлемости чего-либо у вас существенно занижен. То есть понимаете, да, о чем идет речь? Для кого-то то, что вы описываете неприемлемо, кто-то никогда бы не стал терпеть постоянные ссоры, оскорбления и так далее, а вы терпите. Почему? Почему вы терпите? Ради чего вы терпите? Этот момент тоже нужно проработать. Как у вас стал возможен сам факт того, что вы позволяете себе этой ситуации происходить? Вы можете уйти, вы можете каждый контор развести смысл, вы можете общаться с другими мужчинами, если вы увидите, что ваш муж не дает вам никакого внимания, ласки, тепла и так далее. Ну и самое главное, самое главное, о чем мне хочется вам сказать. Вы имеете три года ребенку девять месяцев. Вы пишите, что у вас самого начала были проблемы. Если были проблемы, то как получилось, что вы начали ребенку. Вы получается были мужчине не уверен из-за шага ребенка. Ну хорошо, весь момент может быть разный, что вы ребенка не планировали, это получилось случайно и так далее. Это можно понять. И вы не думаете, я вас не обвиняю, я быстро разбираю все ситуации, показываю вам проблемные моменты, которые вам нужно самостоятельно разбирать или работать с этим вместе с психологом. Но теперь вам нужно подумать, что в этом мире вы уже не одна. В этом мире есть еще ваш ребенок. Мужчине понятное дело в принципе все равно. Ссорится он при ребенке, не ссорится он при ребенке, его ребенок особо не волнует. в стратегном случае он бы выяснял отношения знаете без него. Его бы это как-то волновало. А раз не волнует, значит ребенок говорят ну это поскольку. И получается, что на вас лежит ответственность за этого малыша. За то, что он будучи еще совсем маленьким уже растет на фоне конфликтов на фоне проблем постоянных, на фоне выяснения отношений и прочее. И вот давайте этот момент мы с вами сделаем ключевым. Попробуем сделать ключевым. То есть самое важное, что вам для того, чтобы ребенок ваш был счастлив, чтобы он верился здоровым и так далее, нужно что-то делать. Нужно ситуацию менять. Менять для того, чтобы у ребенка не было стресса. Дети очень чувствительные, они чувствуют, как все происходит, даже если не понимают. И пути решения вашей ситуации таковы, что нужно выбирать те цели, те задачи, те приоритеты себе ставить, которые отвечают либо интересам ребенка. Вот и все. И пути решения вашей проблемы заключаются в том, чтобы избавить себя от такого существования. Как избавиться? Это уже речь на с вами. То есть вы говорите, чтобы мы подсказали вам пути решения. То есть можете ли мы можем ли мы вам что-нибудь советовать? Вы знаете, увольнение, как вы сказали в своем предыдущем вопросе, вам не вернут. Трамы-то его не было изначально. Любви тоже взяту неоткуда, потому что ее не было изначально. Значит, это вопрос напрямую связанный с потребностями. У вас есть и были какие-то потребности, но эти потребности пытались удовлетворить через мужа, через своего мужчину. Мужчина эти потребности удовлетворять не захотел. Значит, нужно искать другие пути удовлетворения ваших потребностей. Пути более независимые от мужчины, вообще от людей, чтобы это зависело только от вас. Вот это вот единственный приемлемый путь выхода и вашей ситуации. Но вряд ли он будет возможен без того, чтобы не прорабатывать те проблемы, о которых я вам сказал. Без их проработки нельзя, к сожалению, говорить о том, что у вас получится. почему я достаточно подробно все это описал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались еще, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.